Это программа «Наше время». Здравствуйте! В Бийске возрождают уникальный историко-архитектурный и православный памятник Алтайского края – архиерейское подворье. Его строительство было начато в 80-е годы еще XIX века, и тогда оно насчитывало около 30 строений. О настоящем и прошлом архиерейского подворья мы сегодня будем говорить с благочинным Бийского округа отцом Валерием Замятиным. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вот с архиерейским подворьем связано очень много тайн. Находили какие-то лабиринты, находили какие-то винтовые потайные лестницы, которые были полуразрушены, полузасыпаны. Сейчас эти загадки, эти тайны остались? Я думаю, что в ближайшее время все эти тайны разгадать будет невозможно, потому что все, что мы нашли и частично открыли, это лишь малая толика того, что предстоит сделать. Поэтому все, что касается подземных переходов, различных потайных комнат и так далее, они открываются и открываются постоянно. А они были созданы уже при советской власти, когда епархии строения не принадлежали или тогда еще в те годы? Нет, они были созданы еще до советской власти. Все эти здания, которые входили в комплекс архиерейского подворья, перестраивались в годы советской власти и возникали новые постройки только те, которые делались военными на территории вот этой воинской части. Старые постройки, они сохранились на удивление в нетронутом виде. Сейчас есть какие-то документы, на которые вы опираетесь, чтобы воссоздавать, реконструировать? Документов достаточно. Основные из них старинные фотографии, которые удается самым необыкновенным образом получить даже из случайных источников в интернете. Вот недалее, как вчера, я рассматривал фотографию главного входа архиерейского дома, здания, в котором располагается сегодня музей по благословению нашей владыки. И вот там уникальное вот это крыльцо изображено, которое венчает интересный балкон, выходца второго этажа. И вот таких источников много. Но, как всегда, человеку чего-то не хватает, и также нам не хватает информации, чтобы в полной мере и в полном объеме ответить на все вопросы. Но мы над этим работаем постоянно. Раньше здесь располагалось и училище, даже несколько-два, и жилые постройки, и конюшни, и сад. Это все будет воссоздано? К сожалению, в первозданном виде архиерейское подворье восстановить не удастся, потому что часть территории утрачена. Допустим, вот 23 микрорайон возведен частично этой территории. Часть территории передана на сегодня уже военными в частную собственность. Но, тем не менее, основные здания, они остаются целыми, и эта территория остается неразбитой. Как идут работы восстановительные, реставрационные? Работы ведутся на церковные средства, на пожертвования прихожан. Но этих средств очень мало. Их катастрофически не хватает. Потому что объем работы очень большой. Для любого человека, который понимает, что значит реставрационная работа, это цена на порядок выше, чем общестроительные. Поэтому, если мы хотим получить вот этот уникальный исторический памятник в надлежащем виде, необходимо кардинально менять подход к этой проблеме, и реставрировать ее не на частные пожертвования, а придавать статус памятнику федерального значения и получать финансирование. Сейчас какие основные работы необходимо выполнить? Ну, их очень много. Первоочередные? Это их очень много. То, что касается музея, вы можете потом посмотреть, это дом архиерея. Это нужно сделать фасады. Это первое. Все, что необходимо, в первую очередь. Мы очистили их, сделали гидроизоляцию, в том числе проникающую, чтобы защитить здание от разрушения. Но там работ очень много. Вы только заговорили о музее. Когда его удалось воссоздать, как попадают туда экспонаты? Шесть лет музей работает. За это время нам удалось собрать около 50 тысяч экспонатов. 50 тысяч? Это экспонаты, которые в основном безвозмездно передают люди. Есть, конечно, экспонаты, которые мы приобретаем, редкие, дорогостоящие. Но, тем не менее, я считаю, что возникновение музея – это милость Божия, это благословение архиерея, это сработничество многих людей, которые отдают вот эти святыни, предметы, которые им дороги. Они хранятся не у них дома, где-то там в запасниках, а они стоят на всеобщем обозрении и очень важную роль исполняют. Когда человек заходит в музей с условием только на 15 минут, ну, уходит он туда через два часа. Это, конечно, не тот музей в привычном понимании, в который мы уходим, какой-то исторический музей. Ну, вы знаете, вообще историю православия невозможно ограничить какими-то рамками и какими-то экспонатами. Когда заходишь в этот музей, видишь вот это все и просто начинаешь этим жить и дышать. И совершенно иное восприятие, нежели по сравнению с другими какими-то музеями, экспозициями и так далее. Отец Валерий, как вы считаете, насколько сейчас широк интерес людей к православной истории? Ну, я считаю, достаточно широк. И не только в смысле массовости, но и в смысле осознанного подхода к вере. Люди более вдумчиво, более осознанно стали подходить к этим вопросам. И это хорошо, потому что по заповеди Господней мы должны и сами знать, в кого, почему и для чего мы веруем, и научить этому людей. Сейчас большинство храмов, особенно в праздничные, воскресные дни, просто полны людей. Люди приходят с семьями, приводят детей. Как вы считаете, меняется отношение людей к вере? Ну, оно начало меняться в 90-х годах, и этот процесс еще не завершен. Вот, допустим, мы сейчас в храме, и здесь всего лишь десяток-полтора человек. Но если это праздничный день или воскресный, в этот храм войти нельзя. Есть такие праздники, когда во дворе народу настолько много, что там тесно стоять, не говоря уже о храме. На Алтае в целом растет число приходов. Как ситуация по Бийскому округу складывается? В Бийске оно тоже растет. Вот, допустим, если взять только по городу Бийску, не считая вот эти три района, которые составляют Бийское благочение. В городе Бийске открыты по благословению Владыки Сергия три новых прихода. По двум приходам решен земельный вопрос. По одному начато строительство храма, по третьему приходу вопрос земельный решается. То есть в ближайшее время с Божьей помощью мы, Бийске, можем получить три дополнительных храма. И все строятся на пожертвования. То есть люди вкладывают свои средства, они готовы к тому, чтобы росли приходы в число. Вы видите, отношение церкви к собственности, оно же всегда было таким. Любая церковная собственность, она же коллективная, поэтому люди охотно всегда жертвуют на храм. Другое дело, что было бы людям что жертвовать? На Алтае всегда были, есть уникальные святыни. К примеру, икона Карабейниковской Божьей Матери. Есть ли в Бийском округе вот такие теплые места, которые вы хотели бы посоветовать прихожанам и паломникам? Вот, допустим, в нашем храме есть икона великомученика-целителя Пантелеймона, написанная на святой горе Афон в XIX веке. Сейчас ее в храме нет, она находится на выставке. Как мы полагаем, это одна из девяти икон, которые были написаны для города Бийска. Почему целитель Пантелеймон? Потому что он считался покровителем и Алтайской духовной миссии, и города Бийска. Вот, например, в четырех километрах поселок Боровое Тихвинский женский монастырь был. Он был разрушен, закрыт, уничтожен. Городские власти в XIX году нам передали дом игумени. Этого века? Да, 2010 года. И сейчас, значит, мы там по благословению владыки начали строительство храма. И там будет возрождена монастырская жизнь. Это место примечательно тем, что там есть источник, который был и в то время, до Октябрьского переворота, он был и в советское время, и он и сейчас бьет. Множество людей туда идут, постоянно там народ. Вот просто так прийти и набрать воды – очень редкий случай. Всегда там есть люди. И этот источник, он чудотворный. Существует масса свидетельств об исцелении от различных болезней людей, которые к нему притекают. Спасибо вам большое за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. И вам спасибо помощи Божьей вам. Спасибо. Это была программа «Наше время». Я напомню, мы сегодня говорили о возрождении архиерейского подворья в городе Бийске. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин